Открытый диалог с Александром Непомнящим Наши фи продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! Давайте начнем с разбора сделки, с разбора вот этого мирного договора между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Какие есть достоинства, какие недостатки? С удовольствием, но прежде всего, Сергей, воспользовавшись возможностью, я хочу поздравить сегодня с днем рождения вашу замечательную супругу Юлию, благодаря которой не только выходят в эфир наши передачи, но потом они появляются в Ютубе. Огромное спасибо, Юля, за эту работу. И, как у нас принято говорить в Израиле, Мазальтов до 120 лет счастья, гармонии, радости. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Всех лучших пожеланий. Спасибо, спасибо. А если говорить о соглашении, действительно, я бы хотел сегодня посмотреть на это с точки зрения так называемого вета палестинских арабов. Дело в том, что уже многие годы мировое сообщество как бы оставляет за палестинскими арабами своего рода право вета, и рассматривает их как ключ или, напротив, как главное препятствие на пути к миру на Ближнем Востоке. И эта вета, по сути дела, обрекает все усилия на становление мира между арабским миром и еврейским государством, обрекает на неудачи. Эта вета, по сути дела, основывается на таком, я бы сказал, ядовитом, подлом, несправедливом предположении, что право Израиля на существование вообще зависит от удовлетворения требований палестинских арабов. Мол, пока палестинские арабы говорят, что они неудовлетворены, Израиль не может ожидать, что арабский мир либо признает его, либо будет жить с ним в мире. И само существование такого вета гарантирует то, что палестинские арабы никогда не будут удовлетворены никакими уступками Израиля. И никогда, на самом деле, не согласятся на мировую, на мирное сосуществование с еврейским государством, поскольку их глобальное, международное, региональное значение, по сути дела, полностью является результатом этого вета. Без него они никто и никому не будет интересны. И арабы, большая часть остального мира, в общем, поддерживают палестинских арабов, как правило, потому что те обладают этим правом вета, без них как бы никак. Без них никак не стабилизировать наш регион. И вот как обладатели этого вета, палестинские арабы рассматриваются, как я уже сказал, как ключ или, напротив, как главное препятствие на пути к миру на Ближнем Востоке. Если же не откажутся от такого права вета или утратят его, они потеряют всё своё положение и власть, позволяющую им блокировать мир, разжигать войну и нестабильность. Ну и надо сказать, что, конечно, сами арабские лидеры, они поддерживали на протяжении поколений вот это вот право, оставляли за палестинскими арабами право на это вета, поскольку для арабских лидеров это было ключом к их собственной власти и стабильности. Ведь это позволяло им отвлекать внимание своих народов и правительств мира от своей собственной коррупции, от экстремизма и неудач, как внутри своих стран, так и за рубежом. Им позволяло делать Израиль козлом отпущения, обвиняя еврейское государство во всех страданиях и застоях своего народа. Так было в Сирии, так было в Египте, так было в Иордании, в Ираке, короче говоря, во всех арабских странах. И, конечно, учитывая вот эту вот токсичную, как сейчас принято говорить, силу этого вета, его отмена всегда была высшей целью Израиля. То есть Израилю всегда в дипломатической политике, стратегии было важно добиться того, чтобы палестинские арабы перестали быть этим самым камнем преткновения, чтобы мы могли заключать мирные договора или общаться как-то с арабскими странами, вне зависимости от того, что там дают ли экшер, дают ли свое разрешение палестинские арабы на это. Но, учитывая вот эту центральную роль как для палестинских, так и для прочих арабов этого вета, большинство израильтян считало, что это просто неизбыточная мечта избавиться от этого влияния палестинских арабов. И об этом даже не стоило мечтать. И мирные договора, которые были заключены Израилем и с Египтом, и с Орданей, собственно, два мирных договора, два единственных мирных договора, которые у Израиля были с арабскими странами, были подчинены этому вета. Ведь президент Египта Анвар Саддат подписал мирное соглашение с Израилем в 79-м году, только после того, как заключил рамочное соглашение об автономии для палестинских арабов. А король Иордании Хусейн согласился подписать мирное соглашение в 94-м году, только после того, как рабин подписал соглашение Осло с главой ООП, Организации освобождения Палестины, с Ясером Рафатом. И с момента подписания этих мирных договоров с Израилем и Египет, и Орданей постоянно нарушали свои обязательства, отказываясь выполнять пункты договоров, требующих от них нормализации отношений с Израилем, и всегда использовали при этом пресловутые вета палестинских арабов для оправдания своих ключевых нарушений, в результате которых оба исторических договора, по-судимому, превратились в не более чем долгосрочные соглашения о прекращении огня. И вот важная новость последних недель состояла в том, что при посредничестве президента США Дональда Трампа Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились развивать дипломатические отношения как бы без вот этой самой, без вне зависимости от палестинского вета. И это действительно выглядело как стратегическое землетрясение. И выглядело оно не потому, что была объявленная сделка, продвигала коммерческие связи между странами, и не потому, что преподносится она сейчас как сделка, продвигающая израильско-арабскую кампанию, с целью помешать Ирану развивать свою программу создания ядерного оружия. На самом деле сделка, конечно, делает и то, и другое, и коммерческие связи, и торговые отношения, и противостояние Ирану, но преподносит ее как стратегическое землетрясение прежде всего потому, что политики и комментаторы говорят, вот, она отменила вета палестинских оранг. И если это утверждение верно, то действительно дипломатический статус Израиля с прошлой недели совершенно изменился. Критически, самое могущественное и успешное государство на Ближнем Востоке, Израиль, больше не является региональным козлом отпущения. И эта ситуация, изменившись, она не может быть большего удара по таким структурам, как ООН, или как активисты компании BDS, или другие антисемиты всевозможные, которые желали зла Израилю. И если эта вета действительно выброшена на славку истории, тогда премьер-министр Бениамин Натаньяо не просто останется в истории как величайший государственный деятель, которого знал Израиль когда-либо, сравнимый или даже уже превосходящий даже Бангурион, но его запомнят как потрясающего воображения дипломатического фокусника. Если утверждение о том, что мирное соглашение между Израилем и огненными арабскими иратами уничтожило право палестинских арабов на вето, и это так, то президент Трамп внес больший вклад в дело мира на Ближнем Востоке, чем все его предшественники, все предыдущие президенты американские вместе взятые. Ведь вспомним, Джимми Картер, возможно, и выступал посредником в израильско-египетском мирном договоре, но по словам представителей израильской делегации на мирных переговорах, Картер не только не способствовал заключению соглашения, но, напротив, использовал вето палестинских арабов, чтобы попытаться заблокировать их. И Картер настаивал на том, чтобы Израиль и Египет согласились на внесение в соглашение параграфов об автономии для палестинских арабов и заключили мирное соглашение, как я уже сказал, только после того, как это было все сделано. План автономии, согласованный в Кэмп-Дэвиде тогда, при подписании мирного соглашения между Израилем и Египтом, он и лег в основу кровавых рамок соглашений Осло между Израилем и ОП 14 лет спустя. И этот след террора, антисемантизма и страданий, который завел нас в 20-летний тупик, без возможности продвигать дальше, как-то стабилизировать ситуацию. И президент США Джордж Буш дважды поддавался на вето палестинских арабов за время своего пребывания в должности. Ведь сначала Буш уступил этому вето, когда исключил Израиль из своей большой коалиции против Саддама Хусейна перед Первой войной в Персидском заливе. И, по сути дела, заставил Израиль сдерживаться под напором неиспровоцированных ракетных ударов иракских скадов на протяжении всего конфликта. А после войны Буш второй раз уступил вето, когда была учреждена Матрицкая мирная конференция, и начались переговоры между Израилем и различными арабскими странами, поскольку конференция отразила позицию, согласно которой Израиль должен был удовлетворить потребности палестинских арабов в качестве условия для более широкого мира между Израилем и арабским миром. И президент Билл Клинтон, и Джордж Буш, они все преклоняли колени перед этим ветом, проводя различия между террором палестинских арабов против израильтян и любым другим террором против всех остальных людей. Тот террор был нелегитимен, а террор палестинских арабов как бы оправдывался, и на него как бы закрывали глаза. И мы это очень хорошо помним. Что касается Барака Обамы, то вообще вся ближневосточная политика этого бывшего президента была основана на признании лживого нарратива о том, что право Израиля на существование зависит от его готовности уступить требованиям палестинским арабам. То есть администрация Обамы вообще считала отказ палестинских арабов признавать само право Израиля на существование вполне оправданным. И вот пришел Трамп. И Трамп стал первым президентом США, который не использовал вета палестинских арабов для давления на Израиль. Вместо этого он работал над отменой вета и установлением реального мира на основе общих интересов и палестинских арабов, и всего арабского мира, и Израиля. И в свете принципиального расхождения между подходом Трампа к вете, подходом его предшественников, главный вопрос при оценке этого мирного соглашения, которое было достигнуто на прошлой неделе между Израилем и объединенными арабскими аратами, состоит в том, действительно ли отменяет оно это самое присловутое вета или нет. Если вета не отменена, сделка, безусловно, является положительным моментом, но это не стратегическое землетрясение. Если она сняла вета, то в отличие от мирных соглашений, которые ему предшествовали, сделка между Израилем и объединенными арабскими аратами представляет собой начало совершенно новой эры стабильности и мира между арабским миром и еврейским государством. Если эта сделка лишила палестинских арабов права вета, то действительно она достойна того названия, которое посол США в Израиле Дэвид Фридман дал её, назвал это договором Авраама, как бы апеллируя к тому, что потомки Авраама, как дети Ицхака, то есть евреи, так и дети Ишмаэля, то есть арабы, как бы снова вспоминают о своём братстве, о своей близости и возвращаются к дружбе, друг с другом. Ну и проверить, действительно ли это сделка, которая переворачивает всё, что было раньше, или же всё-таки нет, можно только одним способом. Оценить то, как она повлияла на план распространения суверенитета израильского Гаудея и Самарии. План суверенитета Израиля, который был выдан от Натаниал, предполагает применение этого суверенитета, распространение суверенитета к еврейским поселениям, к общинам Гаудея и Самарии, а также к долине реки Иордан, которая является пограничной зоной между Израилем и Орданским Хошемитским королевством, то есть, по сути дела, государством палестинских арабов. И это всё соответствует тому видению мира, которое было изложено в верном плане Трампа. И вот в пресс-релизе, опубликованном Белым Домом в прошлый четверг, в котором объявлялось собственно мирным соглашением, мы о таком говорили в прошлый раз, ещё между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, говорится, в результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента Трампа при поддержке Объединённых Арабских Эмиратов Израиль приостановит провозглашение суверенитета над обозначенными территориями, описанной в пиздецкой программе «Видение мира» и сосредоточит свои усилия на расширении связи с другими странами арабского и мусульманского мира. Смысл этой фразы, он очень важен и в то же время не вполне ясен. Лидеры Объединённых Арабских Эмиратов заявляют достаточно ясно, что план суверенитета Израиля полностью отменён. Всё, нет его больше. Если они правы, то сделка между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами вовсе не положила конец света. Израиль не получил мир в обмен на мир, как, например, говорит Натаньял и многие другие. Израиль получил мир в обмен на приостановление своих суверенных прав в Иудее и Самарии. Это очень серьёзно. И это совершенно не стоит. То есть, безусловно, сделка мира с Объединёнными Арабскими Эмиратами — это очень важная и хорошая вещь, но она не стоит такой жертве со стороны Израиля отказа от своих суверенных прав в Иудее и Самарии. Надо сказать, что Натаньял, политик, он преуменьшил значение заявлений Объединённых Арабских Эмиратов. Он утверждал и утверждает сейчас, что план суверенитета всё ещё жив и будет реализован в своё время, в недалёком будущем, когда, кстати, всё сложится. И высокопоставленные официальные лица США, участвующие в обсуждениях, которые привели, собственно, к этому мирному соглашению, то есть люди, знающие, о чём идет речь, включая того же посла Фридмана, они как бы согласны, подтверждают слова Натаньял. И теперь президент Трамп, он высказал очень неоднозначное мнение по этому поводу, но в целом он согласился с тем, что план суверенитета не мёртв, а просто пока не обсуждается. Проблема здесь, конечно, в том, что Джаред Кушнер, который в какой-то момент отодвинул Гринблата как советник и главный специалист по проекту мира на Ближнем Востоке, по сравнению с тем, как мы знаем, зятей главный советник Трампа и официальный представитель США здесь на Ближнем Востоке, наиболее тесно связанный сейчас с мирными соглашениями, он сделал заявление более соответствующей позиции Объединённых Арабских Эмиратов, чем то, как это подал Израиль или коллеги Кушнера по администрации американской. В нескольких заявлениях, сделанных в дни после подписания мирного соглашения, Кушнер неоднократно заявлял, что сделка была рождена желанием Объединённых Арабских Эмиратов помешать Натаньялу реализовать план суверенитета. Кушнер сказал, что мирное соглашение между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами продвигает так называемое решение о создании двух государств. Снова здоровы. Мы вроде бы уже похоронили эту ужасную сделку, когда, по сути дела, на территории исторической страны Израиля создаётся три государства. Два для арабов и какие-то кусочки для евреев. То есть есть уже Израиль, есть уже Иордания. И теперь впихнуть на месте Иудеи и Самареи ещё одно арабское государство — это не решение о создании двух государств. И, собственно, всё новаторство Трампа было в том, чтобы похоронить эти навязываемые Обамой идеи. И это решение о двух государствах оно опять же возвращает нас к вету палестинских арабов, которые говорят, пока мы своё не получим, Израиль жить мирно не будет, и никто из арабов в мире не имеет права с ним дружить. Кушнер связал сделку с израильскими уступками палестинским арабам и указал, что план суверенитета в Израиле, в Иудее и Самарее действительно был отброшен на второй план. И заявления Кушнера в отношении плана суверенитета Израиля, они хоть и мягче, чем заявления Объединённых Арабских Эмиратов, но общее впечатление, которое они оставляют, очень похожее. Мерное соглашение не стало землетрясением стратегическим. Израиль заплатил цену, и цену очень дорогую, и не факт, что она того стоила вообще. Поскольку вето сохраняется, Израиль променял свой план осуществление своих суверенных прав в Иудее и Самарее на мир с Объединёнными Арабскими Эмиратами. По сути дела, на самом деле, когда Кушнер вот так вот подаёт эту ситуацию, когда он подтверждает позицию, озвученную Объединёнными Арабскими Эмиратами, он сам своими руками уменьшает то достижение, которое было достигнуто, и сводит то, что могло стать стратегическим поворотным моментом к такому, я бы сказал, лежачему полицейскому, что ли, на пути хронической нестабильности и кровопролития. То есть, окей, да, мы притормозим немножко вот эту вот нестабильность Ближнего Востока, но мы кардинально ничего не поменяем. Вместо того, чтобы поддержать Трампа как государственного деятеля исторического масштаба, Кушнер как бы не сводит это до простого такого действия, которое делали и президенты до Трампа, склоняясь перед патологиями региона, а не пытаясь покончить с этими патологиями, как изначально, в общем-то, мы все ожидали и видели, и думали, что Трамп так будет делать. Тут нужно понять еще один вот такой момент. Вета, на самом деле, есть не только у палестинских арабов. У Израиля тоже было свое небольшое вето, потому что в течение последних сорока лет Израиль имел, хоть и ограниченное, но все же значительное собственное вето, которое он использовал для того, чтобы смягчить опасность вето палестинских арабов и раздуваемое имя арабского неприятия еврейской страны. Вета Израиля заключалась в способности блокировать продажу передовых военных технологий и платформ американских арабским государством. То есть Израиль говорил так, окей, мира нету, арабы не хотят с нами мира, поэтому мы просим Америку не продавать арабским странам оружие самого первого как бы эшелона, самое передовое, потому что это оружие в итоге может быть применено против нас, и у нас может быть с ними война, и если они его применят, значит нам, мы и так маленькие, мы и так одни тут против всех. И США шли на это, и мы знаем, что Израиль блокировал многие проекты по продаже передовых технологий военных арабским странам. А теперь получается, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают свое мирное соглашение с Израилем как средство положить конец вот такой возможности Израиля блокировать покупку истребителей F-35, о них идет речь. Объединенные Арабские Эмираты хотят купить F-35 у США. Мы понимаем, что почти наверняка речь не как бы у Объединенных Арабских Эмиратов совершенно нет планов как-то использовать их против Израиля. И мы все понимаем, что они их, если будут использовать, то против Ирана, потому что он их враг сейчас. Но тем не менее, до сих пор Израиль каждый раз, когда речь шла о продаже такого передового, наиболее передового вооружения, технологий арабским странам американского вооружения, Израиль говорит, нет, мы не согласны. И Америка говорила, окей, мы понимаем ваше несогласие и мы считаемся с ним. А теперь Объединенные Арабские Эмираты говорят, ну раз уже, так сказать, мир, так что вы будете против? И в среду Трамп указал, что оценка Объединенных Арабских Эмиратов верна, и он сказал, что запрос этой страны на покупку истребителей находится на стадии рассмотрения. Так вот, если мирное соглашение отменяет израильское вето, то идея о том, что она при этом сохранит вето палестинских арабов вообще имеет как бы очень сомнительную сомнительную ценность и не имеет вообще никакого смысла. И в этом суть дела. Единственный способ, при котором мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эратами будет иметь долгосрочное значение и будет отличать Трампа от всех предшественников, которые так или иначе всегда склонялись под давлением этого несправедливого и нечестного вето палестинских арабов. Это если Израиль при поддержке Трампа выполнит свой план суверенитета до президентских выборов. Если вето палестинских арабов действительно мертво, то по мере того, как Израиль и США продвигаются вперед в реализации плана суверенитета, они будут продолжать продвигаться в своих усилиях по расширению круга мира, столь замерзно продвинутого мирным соглашением между Израилем и Объединенными Арабскими Радами. Если же этого не случится, то в общем мы, к сожалению, не увидим чего-то нового и принципиально другого. Иными словами, сейчас всё упирается даже не столько в то, сумеет ли Израиль заблокировать продажу F-35. Я не вижу в этом большого смысла. Я не думаю, что Израиль может заблокировать эту поставку F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. Но в то же время нужно учитывать, что если это произойдет, то Израиль при поддержке США просто обязан до выборов в Америке начать распространение суверенитета. И арабы должны с этим смириться. Потому что либо ни у одной из сторон нет вета, либо эта вета есть у всех. И тогда мы просто остаемся там же, где мы и были до того, как пришел Трамп и сказал, я переверну эту ситуацию, я решу этот вопрос, я разрублю этот гордий фузов. Честно говоря, я очень надеюсь, что так и будет. Я по-прежнему доверяю и Натаньялу, и Трампу в ощущении тайминга, в ощущении того, когда это лучше сделать. Но тем не менее, при всем уважении, при всем доверии к этим политическим лидерам, мы должны отдавать себе отчет в сложности этой ситуации и опасности, которые она скрывает, если не будут сделаны шаги по продвижению израильского суверенитета. Сергей. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнищим Возвращаемся в программу Александра Непомнищего. Телефон в студии 847-400-5200. Александр, давайте примем звонок, прежде чем перейдем к другой теме. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Левое издание политик американское публиковое письмо 100 ведущих левых политиков нашей страны обеих партий, которые советуют Байдена, если ему вдруг станет президентом, забыть о Крыме, о Донбассе, Луганске, о Грузии, снять санкции с Россией, Ирана и забыть также об Израиле и наладить отношения с Россией, с Путиным, с Ираном, с Хамасом и так далее и тому подобное. Мы, конечно, все надеемся на то, что победит Трамп, а вдруг, не дай Бог, победит этот Байден, то не лучше ли было все же завершить вот это возвращение Иудеи и Самарии до ноябрьских выборов. Спасибо. Окей, вы правы совершенно. Я считаю, что лучше было бы. Но здесь, опять же, насколько я понимаю и из того, что говорит Натаньял, он говорит так. Шаг израильский подобный требует поддержки Соединенных Штатов Америки. Если США говорят, мы не готовы сейчас поддержать, то мы этого не пойдем на распространение суверенитета, потому что тогда это вообще не имеет никакого значения. Но мы объявим, ничего фактически на местах не изменится. А мир все равно не признает. Когда это признает Америка, это все-таки имеет совершенно другой вес. И вот, если раньше Трамп говорил давайте-давайте, то затем произошла смена, как я уже сказал, советников. То есть был Грин, Глотт и Фридман, а теперь на первое место советниками по Ближнему Востоку стал Кушнер. Кушнер, человек, как известно, гораздо более, я бы сказал, демократических в плане классических демократов, несовременных, конечно, взглядов человек. И он опять пытается реанимировать эту историю, этот план двух государств, двух народов. То есть все то, что забраковано было, потому что мы увидели, что это абсолютно нежизнеспособно. Тем не менее, Кушнер сейчас как бы официально это проталкивает. И вот он говорит, вот мирное соглашение с объединенными арабскими ратами, суверенитет пока вообще не надо. И тут есть вот какое соображение. Натаньял не может давить на Трампа и говорить, вот мы сделаем, а ты как хочешь. Потому что мы понимаем, что, во-первых, Трамп не тот человек, на которого можно давить. Во-вторых, для Израиля самый высший интерес сейчас, конечно, чтобы Трамп переизбрался. То есть еще важнее суверенитета, важно, чтобы Трамп победил на ноябрьских выборах, потому что, если он не победит, то действительно придет Байден. На самом деле, не Байден. Байден, мы же понимаем, это живой труп. Он ничего там решать не будет. Будет решать и Харрис, тоже это флюгер. Мы об этом как раз говорили в прошлый раз. Камила Харрис абсолютный флюгер. Будут решать все прогрессивисты. Эти прогрессивисты, мы знаем, так сказать, по сравнению с ними предыдущие левые американские, это просто сионисты и сторонники правой позиции. Потому что эти люди говорят в открытую, совершенно верную, поддержать Иран и Хамас, задружить с Путиным, признать все его завоевания, все его империалистические захваты, полностью оставить Израиль, бросить его под колеса автобуса и так далее, и так далее. То есть то, что делал Обама из-под тишка, они будут делать уже открыто, и они это уже озвучили. Поэтому, конечно же, для Израиля приход Байдена, точнее тех людей, тех монстров, которые стоят за ним, это просто действительно катастрофа, сравнимая, я не знаю даже, с чем ее можно сравнить, с самыми ужасными апокалиптическими какими-то сценариями. Если сейчас Кушнер, например, говорит так, давайте мы не будем идти на суверенитет и на его поддержку, потому что это может помешать нашему избранию. То я эту политику, позицию вполне понимаю. И я тогда говорю, окей, давайте доверимся Натаньяу и Трампу, что они знают, что делают. У них есть сложная компания военная победить на выборах Трампу, расширить круг арабских стран, которые готовы дружить с Израилем, и потом уже вводить суверенитет. Если это так, то я всеми силами это поддерживаю. Если же это какие-то манипуляции, и у них это не получится, то будет очень жалко. Еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я вот до сих пор, как бы, до последнего времени думала, что Натаньяу, в общем-то, сам флюгер, и он, как всегда, как бы, затянул это, и он мог давно аннексировать, или, вернее, объявить суверенитет и так далее. А недавно я прочитала статью и поняла, что, в общем-то, ситуация намного сложнее, чем я думала, и чем многие думают, и, я не знаю, вы его как-то это не освещали. Дело в том, что, а в каких границах надо было объявлять суверенитет? Потому что, как всегда, встает в таком вот ракурсе вопрос, в каких границах? потому что, многие хотят, чтобы вся Иудея была исторически присоединена, или то, что, в общем-то, планировалось часть Иудеи и так далее. Объясните, пожалуйста, вот это, правильно это или неправильно, что сначала надо решить вопрос, в каких границах, а потом уже объявлять суверенитет. Спасибо. Но это как раз мы обсуждали и не раз в нашей передаче, я сейчас в двух словах объясню. Дело в том, что мы говорим о плане Трампа, и план Трампа говорит следующую вещь, он говорит так, Иудеи Самарии, треть Иудеи Самарии, которая включает в себе Орданскую долину и еврейские населенные пункты в Иудеи Самарии, она по-любому остается Израилю, и эту треть Израиль может уже сейчас забрать, так это все начиналось. И вот об этой третье, о распространении суверенитета в этой третье и шла речь. Теперь что с остальными двумя третьями? С остальными двумя третьями так. Трамп говорил, и собственно план его видения говорит вот о чем. Значит, мы ожидаем, что арабы действительно хотят мира, а не использовать этот договор как способ уничтожить Израиль. Поэтому они разоружают Хамас и прочие террористические организации. Они отказываются от террора, они признают право Израиля на существование, они проявляют жесты доброй воли, и тогда мы начинаем переговоры о том, чтобы в итоге на двух третях Иудеи и Самарии возникло то, что они могут назвать в итоге государством или империей, или, не знаю, галактическими штатами. Но по сути дела это будет то, что называется автономией с расширенными правами. То есть, да, полностью самоуправление, но при этом и эфир, и воздушное пространство находятся в руках Израиля, под контролем Израиля, и у этого государства нет собственной армии, только милиция. То есть, другими словами, это не будет государство, потому что иначе это государство может стать угрозой существованию Израиля. Это может быть автономия с широкими полномочиями на большей территории, чем она есть сейчас, то есть, на двух третях людей Самарии. Это большая территория. Но только в том случае, если действительно палестинские арабы докажут, что они превратились из голодных, злобных орков в нормальных, белых, пушистых, цивилизованных людей, с которыми можно иметь дело. И это был план Трампа, и он был замечателен, потому что мы понимали, что Израиль сейчас возьмет треть людей Самарии, уже на оставшихся двух третях арабы не пойдут на все эти условия, потому что им действительно не столько нужно собственное государство, сколько им нужно уничтожить еврейское государство. А значит, в итоге мы вернемся к спору, но уже не о всей Иудеи Самарии, а об оставшихся двух третях. И вот поэтому действительно очень важно, чтобы эта треть была уже сейчас взята, и чтобы не было дальше, мы как бы останемся при том, что было, но третий Иудеи Самарии будет уже под израильским суверенитетом. А про остальные две трети будем с ними снова спорить и договариваться. И поскольку в ближайшие сто лет, видимо, арабы не собираются превращаться в белых, пушистых, цивилизованных, нормальных людей, то в итоге все равно придется им решать свои желания быть независимыми на территории Египта, Иордании, может быть, Европы, но не в Иудеи Самарии. И подтягивание этой ситуации, конечно, сейчас не нравится совершенно. Спасибо. Вы знаете, Александр, меня нередко называют антисемитом, называли, сейчас как-то успокоились немножко, скажем, особенно за то, что я критиковал, скажем, Джорджа Сороса, который и его организации, организации, которые он финансирует, которые называются проеврейскими, на самом деле они носят антиизраильский, антиеврейский характер. И вот нечто подобное произошло с одним из корреспондентов Чикаго Трибюн. И вообще это тенденция такая. Давайте об этом. Да, это действительно очень важный вопрос и он становится особенно актуальным в преддверии выборов, когда еврейских избирателей американских будут агитировать за Байдена, за человека, за которыми стоят откровенные антисемиты, такие как Линда Сарсур, Ильхан Умар, Рашид Лайб, против Трампа, обвиняет Трампа в том, что он антисемит или там за ним какие-то антисемиты кучкуются. И всех, кто не согласен, всех, кто будет указывать на антисемитизм демократов сегодняшних, будет обвинять в антисемитизме. Так вот, поэтому мне кажется, что этот вопрос уже становится не частным вопросом, очень важным. И действительно в конце июля, начале августа произошла целая цепочка событий, связанных как раз с Чикаго Трибун. То есть вот для многих наших слушателей, наверное, радиослушателей известная еврейская американская организация и Олдермен 47-го прихода Чикаго Мэтт Мертин и исполнительный совет гильдии Чикаго Трибун атаковали обозревателя Чикаго Трибун Джона Касса за якобы допущенный им антисемитизм. Обвинения против Касса, мы сейчас их разберем, они глубоко ошибочны, на мой взгляд. Я как еврей, израильтянин считаю, что эти обвинения особенно оскорбительны, потому что они злоупотребляют и нивелируют смысл антисемитизма. То есть, когда термином антисемит начинают кидаться левые, обвиняя любого несогласного с ними, то они не только неправы, потому что они применяют его совершенно огульно, но они еще и как бы нивелируют и принижают смысл этого термин. И очень часто правые американцы не евреи, им сложно об этом говорить, потому что как бы их обвиняют в антисемитизме, они сразу же переходят в оборону, им вроде как неудобно оправдываться. А я израильтянин, и я еврей, я буду говорить об этом совершенно открыто. 2 июля Касс назвал ответственными за всплеск убийств в Чикаго и в других городах тех самых прогрессивистских прокуроров, которые, как и прокурор штата в округе Кук Ким Фокс, были избраны благодаря миллионам, выделенным миллиардерам Джорджем Соросом. Касс написал так, он переделывает, имея в виду Сороса, Сорос переделывает систему правосудия в городах Америки, оставаясь незамеченным, поддерживая избрание прокуроров, которые отпускают либо совсем без залога, либо с минимальным залогом арестованных жестоких преступников-рецидивистов и вообще позволяют им как можно быстрее выходить из тюрьмы. Эта колонка тут же вызвала огромную бурю. В письме от 27 июля редактору Трибюн антидивернационная лига раскритиковала колонку за обвинение известного еврея, то есть имелся в виду тот же самый Сорос, в том, что он играет, мол, обвиняете Сороса, в том, что он играет роль кукловода, манипулирующего важными громкими событиями, это все вы делаете в злономеренных целях и распространяете таким образом антисемитские стереотипы. А Олдерман Мартин продолжил эту линию и охарактеризовал колонку Касса как всего лишь последнее проявление старого стереотипа, говорящего о том, что евреи ему разжигают гражданские беспорядки. И исполнительный совет гильдии Трибюна судил Касса за одиозную антисемитскую теорию заговора, согласно которой миллиардер Джордж Сорос кукловод, контролирующий большие города Америки. И мол, эта теория не заслуживает того, чтобы ее вообще высказывали в мейнстриме. То есть классическая культура запрета. Нам не нравится, что пишет Касс, мы его обвиним в антисемитизме и намекнем, что такие вещи вообще как бы неприлично опубликовать. Ну где-то в туалете, на стене, ну где-то там на какой-то антисемитской газетенке, в каком-то мелком сайте, но не в Чикаго Трибуне. Касс, в свою очередь, в защиту свою опубликовал новую колонку 29 июля, где, среди прочего, он отметил, что в его прежней статье в 22 июля на этой неделе вообще не упоминается религия Сороса. То есть, когда он пишет о Соросе, он вообще не говорит, что Сорос еврей. Он говорит о том, что делает Сорос. А затем еще в начале августа уже у Карла Кеннона было гораздо более глубокое исследование проблемы, где он показывает, как все действительно происходит, как Сорос продвигает этих самых прогрессивистских прокуроров, которые, в свою очередь, позволяют преступникам, рецидивистам, уголовникам, настоящим, не случайным подвернувшимся каким-то людям выходить из-под ареста, освобождаться из тюрьмы. Конечно же, это спровоцирует и стимулирует все больше и большую преступность. И там же Кеннона судил обвинение против Касса как особо гнусную политическую тактику. Но вот ни Касс, ни Кеннон, они, как я уже сказал, не хотели, не готовы были вникать в суд того, почему колонки Касса не являются антисемитскими. Им как бы было неудобно говорить об этом. Они оправдывались, говорили, мы вообще не упоминали религию Сороса. Мы говорили об этом явлении, мы говорили о том, что это правда, но о том, что обвинять Касса в антисемитизме это вообще аморально, подло, и это, по сути дела, является своего рода антисемитизмом, об этом они, как не евреи, говорить не могли. А я хочу об этом сказать. Дело в том, что критика человека за действия, которые не имеют ничего общего с его еврейством, без нападок на человека за то, что он еврей или связан с евреями, и без нападок на евреев как группы, это вообще не антисемитизм. Я это снова повторю. Если вы критикуете человека за действия, которые не имеют ничего общего с его еврейством, если вы не нападаете на него за то, что он еврей или связан с евреями, и не нападаете на евреев как на группу этническую или религиозную или ещё какую-то, это не антисемитизм. Касс не нападал на евреев как на группу и на Сороса или на кого-то еще, за то, что они были евреи или связаны с евреями. Касс критиковал Сороса за активное финансирование избирательной кампании, тех, кто хочет изменить политику уголовного правосудия. Финансирование избирательных кампаний по изменению государственной политики ничего не имеет общего с еврейством. Это как бы обычная практика в Америке. Американцы не евреи, например, Чарльз Кох или Джефф Безос, или американцы евреи, такие как Шелдон Адельсон или Майкл Блумбер, они все выделяют крупные суммы на избирательные кампании, которые, по сути дела, призваны изменить разные области, разные сферы государственной политики всеми мыслями и способами. И это практика, которая существует. Она существует в Америке, и точно так же можно и критиковать ее, и говорить, что то, что вы делаете, нам не нравится, то, что вы делаете, приводит к таким последствиям. И это плохо, потому что в этом как раз и проявляется демократия и возможность общества американского выбирать, что они хотят. За деньги Сороса продвигать прогрессистских прокуроров, которые будут, по сути дела, лишать какой-либо возможности наказывать рецидивистов-преступников, или наоборот продвигать консервативных судей и прокуроров. Так вот, обзор рабочего определения антисемитизма международным альянсом памяти о катастрофе, которое было принято правительством США, кстати, Обамой, и многими другими странами, тоже опровергает обвинения в антисемитизме, которые были выдвинуты против Кассы. Потому что по определению вот этой самой организации международной, принятой в мире, подчеркивается, что антисемитизм означает направление ненависти к евреям как группе или нападение на человека за то, что он еврей или связан с евреями. Антисемитизм — это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические или физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев, или их собственности в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов. Это определение. И один из примеров, которые организация IHRA предоставила для дальнейшего определения тисемитизма, особенно важный. Они пишут так, я цитирую, «лживые, бесчеловечные, демонизирующие, бесстереотипные утверждения евреев как таковых или о коллективной власти евреев, например, особенно, но не исключительно, миф о мировом еврейском заговоре или о том, что еврей контролирует средства массовой информации, экономику, правительство или другие общественные институты». То есть, когда Ильхан Амар говорит такие вещи, это действительно антисемитизм. Давайте повторим ещё раз. Ильхан Амар, представительница в парламенте американском, в Палате представителей, которая, видимо, будет избрана на второй срок от демократической партии, говорит фразами, использует обороты и термины, которые впрямую определены международным сообществом, как антисемитизм. А вот когда Касс пишет о том, что Сорос продвигает своими деньгами прогрессистских прокуроров, которые, в свою очередь, обеспечивают безопасность преступникам, рецидивистам, и тем самым увеличивают количество убийств и вообще тяжёлых преступлений в Чикаго и вообще в Америке, он не выражает ненависть или чего-либо ещё к евреям. И он не нападает на Сороса или кого-либо ещё за то, что тот еврей или связан с евреем. И он не делает никаких заявлений о евреях в целом, о том, что евреи как группа что-либо контролируют. И если колонка Касса выносит антисемитский характер, то любая критика любого американца, который окажется евреем, за то, что он делает, или другие американцы какие-то, является антисемитской. Это нивелирует обвинения в антисемитизме, расширяя значение антисемитизма до бессмысленности. То есть в таком случае действительно теряет смысл и утрачивается любой смысл в обсуждении того, что такое антисемитизм. И в результате слишком многие либо игнорируют настоящий антисемитизм, как это происходит, например, с заявлениями Хана Марк, которых она не стесняется. И более того, когда она второй раз подала заявку, мы об этом говорили в прошлый раз, на то, чтобы идти в Конгресс, то Нэнси Пелоси не зарубила и не сказала, в нашей партии на представительских позициях в Палате представителей не будет антисемитки. Нет. Наоборот, Нэнси Пелоси выделила деньги на компанию Ильхан Умар. То есть нынешние демократы, что бы они там ни несли, что бы они там ни говорили, они продвигают откровенных антисемитов, заявления которых подпадают под определение, точное определение того, что такое является антисемитизм. Но чтобы отвлечь внимание общества и тех же самых наивных американских евреев, которые бегут голосовать за демократов, они хватаются, например, за колонку журналиста, который описывает ситуацию и критикует Сороса за то, что тот продвигает что-то, что в итоге приводит к увеличению преступности в Чикаго и обвиняет этого журналиста в антисемитизме, чего там нет и в помине. И в итоге действительно мы игнорируем настоящий антисемитизм и позволяем виновным избежать последствий и приписываем ложные обвинения, которые в конечном итоге несправедливо очерняют невиновных. Ну, КАС, конечно, как бы справедливо отклонил все эти обвинения против него, но атмосфера создается, и чем ближе к выборам, я так понимаю, что эта атмосфера будет нагнетаться все больше и больше. И поэтому, опять же, мне, израильтянину и еврею, очень легко об этом говорить с вами. Людям, которые не являются евреями или израильтянами, они будут стараться обойти эту тему, им будет неудобно об этом говорить. Но я здесь обращаюсь сейчас к еврейским избирателям американским. Ребята, не дайте быть обманутыми, не ведитесь на эту провокацию. Антисемитист — это не тот, кто говорит, что Сорос — плохой человек. Можно называть Сороса плохим человеком, и в этом нет антисемитизма. А вот те, кто говорят, что евреи правят миром, и нужно попросить Аллаха, как говорит Аль-Хан Амар, чтобы Аллах открыл глаза обществу и все узнали о том, каким злодеем является Израиль, вот это антисемитизм. И вот этого нужно бояться, и нужно сделать все возможное, чтобы эти люди к власти в Америке в ноябре не пришли. Сергей. Спасибо, Александр. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, Финя. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Спасибо, что приняли мой звонок. Александр, вопрос такой. Напомните, не можете ошибаться. Насколько я знаю, Саудовская Аравия, которая тоже запросила F-35, им было сказано, признаете Израиль, вы получаете эти самолеты. Поэтому полный вопрос. Египет или Иордания получили эти самолеты, потому что они имеют дипломатические отношения. Это первый вопрос. А второй, то, что дермократы наши требуют, хотят приписать себе, что это их заслуга по отношению, дипломатические отношения между Арабскими Эмиратами, Израиль, не имеет никакой почвы вообще. Как вы лично это понимаете? Как это воспринимается в Израиле? И вообще, есть ли в Израиле люди, которые против этого нормализации отношений? Окей? Спасибо большое. Как всегда, я с удовольствием вас послушаю по радио. Спасибо. Ну, во-первых, по поводу демократов, конечно, наглость пределов не имеет, поэтому в Израиле тоже есть политики, которые стали верещать о том, что это они, они все начали, и благодаря их усилиям, когда они там 10 лет назад что-то такое сделали, это благодаря им Объединенные Арабские Эмираты сейчас заключили договор с Израилем. Все это воспринимается, конечно, как шутка, и не то, что как шутка, но как нонсенс. И все прекрасно понимают, что нынешние соглашения это полностью целиком заслуга команды Трампа и Натаньяу, его команды. И что касается, как воспринято было это мирное соглашение в Израиле, то подавляющее большинство, конечно же, одобряет и рада. Те, кто не рады, их можно разделить условно на несколько групп. Во-первых, есть часть правых, которые высказывают вот те опасения, о которых я говорил вначале, что если ценой этих соглашений станет отказ Израиля от суверенитета, то это слишком высокая цена, которую... То есть лучше мы останемся без мирного соглашения, но не откажемся от своих суверенных прав иудей Самарии. Если то и другое, то замечательно. Но если это одно за другое, то оно того не стоит. Теперь с другой стороны, слева, конечно же, они очень забавно верещат, потому что понятно, что им это очень неприятно думать, что Натаньяу, которого они поливали всеми возможными грязями, он сделал то, что они сделать не могли. Они действительно не могли это сделать. И вот уже они начинают раздувать идею, вот как же мы без суверенитета? Это они-то, которые говорили, что не нужен суверенитет, что это оккупация в чужой территории. Теперь они говорят, как же мы без суверенитета? И они говорят еще так, а почему с этими арабами? Это вообще нам не нужны арабы. Нам нужно мирное соглашение с Абумазаном и с Хамасом, а не с Объединенными Арабскими Эмиратами. То есть рассчитано, может быть, только на самых оголтелых, самых одиозных своих сторонников. Все прекрасно понимают, что эти как бы странные заявления о том, что нам такой мир не нужен, потому что, мол, нам нужно заключить мир с теми, кто требует от нас уступок, а те, которые не требуют уступок, они с ним не нужны. Это все смешно. Но, безусловно, на левом фланге общество, как так в целом, большинстве своем поддерживает мирный договор, политики, конечно, кусают локти, грызут ногти, смотрят из-под лоби на Натаньялу, страшно завид. Вот так. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня небольшое увлечнение и вопрос. И я хочу сказать, чтобы все-таки это не мирное соглашение было подписано, дипломатические отношения, потому что они же никогда не, у АЭН никогда не было в конфронтации военные с Украиной. Это первое. А второе у меня вопрос к тому лично, Александр. Вот что сейчас происходит с вашими, так сказать, я считаю самыми умными аналитиками израильтянами Макдыхай Микейдаром и Каим Бихором. Макдыхай Микейдар — это, в общем-то, левые там сильно прижали за его высказывание. А сейчас что-то я не вижу в вашем переводе статей их. Окей, действительно, Макдыхай Микейдар, видимо, ушел сейчас больше в академическую работу, потому что я не вижу его статей на иврите и в прессе. Связано ли это с тем, что его прижали, или с тем, что просто он, например, занимается, например, каким-то исследованием, пишет книгу, ему некогда писать текущие статьи. Я не знаю, но действительно уже давно его статей в прессе не появляется. Мне нужно будет его спросить об этом, руки не доходили. Что касается Гая Бхора, то, в общем, он тоже в целом поддерживает мирное соглашение. Он считает, что, конечно, нельзя за него отказываться от суверенитета, но тоже, как и многие, считают, что можно будет и то, и другое в итоге получить. И он недавно анонсировал, как он готовит большую статью на эту тему. И я надеюсь, в общем, что если он подготовит и вынесет, то мы как бы... Я тоже постараюсь донести ее до наших читателей на русском языке. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас по-прежнему есть вопросы, у нас есть одна минута времени, вы можете позвонить и задать. Но, к сожалению, даже если успеют дозвониться, то не хватит времени, чтобы ответить на вопрос. Александр, огромное спасибо. Как всегда, очень познавательно и очень интересно. И всего вам самого наилучшего. Поздно, товарищи мои, поздно. Уже времени нет. Даже если вы успеете задавать вопрос, то Александр не успеет на него ответить. Спасибо и до следующей встречи. До встречи.